Бытует мнение, что на рыбалке главное это удача. Участники соревнований уверяют, это не совсем так, вернее совсем не так. Для того, чтобы достать рыбку из воды, необходимо подготовить снасть и на зубок выучить повадки ершей и окуней. Иначе делать нечего. Рыба избалована, десятки сотни рыбаков ждут поклевки, сверлят многочисленные лунки и готовят мотыля для приманки. Рыболовным спортом Людмила всерьез занялась 12 лет назад, но и до этого любила поудить. Женщина говорит, что даже ее фамилия Рыбочкина к тому располагает. Тем более, что этот вид спорта не подразумевает деление участников по гендерному признаку, скорее по особенностям нервной организации. Это для творческих натур, не просто мужское. Вот есть мужчины, неизвестно зачем ходят, ну там, мало ли, кто потусоваться, кто от жены, от детей, а кто любит как творческий процесс. Толщина лески, размер мормышки маленькой блесны, качество и количество подкормки. Чтобы выманить с глубину капрезанную рыбку, в итоге необходимо решить уравнение с множеством переменных. Голова спортсмену нужна ясная, поэтому одно из самых категоричных требований соревнований – полная трезвость. Употребление даже бутылки пива ведет к немедленной дисквалификации. Тут нужны снасти, но главное, конечно, это голова. То есть, если человек понимает, что, для чего он делает, то он поймет и какие снасти нужны рано или поздно, он поймет, как эту рыбу ловить, подсмотрит за конкурентами и так далее. Вот, то есть, здесь все важно. Тактика важна, опыт важен, опыт безумно важен. Алексей Дьяченко – чемпион России 2010 года по ловле рыбы на мормышку. Свой титул будет носить еще две недели до тех пор, пока в окрестностях северной столицы не пройдет чемпионат России. В целом, петербургская команда имеет неплохие шансы на получение титула абсолютного чемпиона страны. У нас до недавнего времени наибольшее число мастеров спорта международного класса, выступающих на европейских, мировых первенствах, было больше, чем во всей России. Но сейчас, в связи с тем, что рыболовный спорт немножко у нас начал возрождаться, и наши ребята опять начали попадать в сборные. Если посмотреть на улов, который добыли спортсмены, становится понятно – путь в сборную будет непростым. Но даже эти окуньки и рши весом от двух до пяти граммов могут в итоге привести петербургцев на чемпионат мира. А там другие трофеи.